Уже почти год канал Мой Компьютер придумывает мифы о ПК и сам же их развеивает. Мифы про процессоры и видеокарты были, про АЗУ тоже. Что там у нас есть еще? Блоки питания, были материнки, SSD, жесткие диски, да даже мониторы и аккумуляторы. Чтобы придумать еще. Надо подключиться к Wi-Fi и загуглить, что еще есть в ПК. Так, постойте, точно, Wi-Fi, это же та самая невидимая сила, которая открывает нам целый мир с котиками, приколами и бездарными блогерами. Она словно какое-то божество связывает нас. А как и любая религия, Wi-Fi должен обрасти мифами, обрядами и тайнами. Итак, склонитесь и слушайте. 10 мифов о великом Wi-Fi. Первый миф. Диапазон 2,4 ГГц устарел и от него пора отказаться. Конечно, обычно 2,4 ГГц забит сетями и скорость передачи данных в нем низкая. Чего не скажешь про диапазон 5 ГГц, в котором пока что с выбором свободных каналов проблем нет. Да и более высокая частота позволяет передавать больше данных за единицу времени. Но все же у 2,4 ГГц есть один серьезный плюс. Как мы и помним из школьной физики, чем ниже частота, тем дальше будет распространяться сигнал. Так что если с 5 ГГц сеть может быть неустойчивой уже за пару бетонных стен, то вот 2,4 ГГц вполне себе может охватить всю, даже большую запутанную квартиру или дом. Да, при этом скорости будут ниже, но согласитесь, это же лучше, чем не иметь в отдаленной от роутер и комнате вообще никакой сети. Поэтому советуйте соседям ставить настройках 2,4 ГГц, чтобы всем было хорошо. А мы переходим ко второму мифу. Шифрование WPA2 негативно влияет на скорость передачи данных и пинг. Разумеется, технически это правда. Любое шифрование на лету занимает какое-то время, но нужно понимать, что современные роутеры имеют достаточно мощные процессоры, умеющие работать с различными протоколами шифрования на аппаратном уровне. Так что вклад в увеличение пинга будет в худшем случае на уровне пары миллисекунд. Едва ли вы его вообще заметите. А вот проблемы, составленные без защиты сети, у вас точно будут практически гарантированы. Ваш подъезд откроют паломничество школьники-зомби, которые будут сидеть на лестнице и орать, мочиться в углы и исписывать стены. И тут напрашивается сразу третий миф. Скрытие Wi-Fi сети гарантированно защитит ее от взлома. Ну, разве что от мамкиных кулсхакеров и любителей соседского Wi-Fi. На деле, конечно, сокрытие SSID и сети вам мало что даст. Вычислить ее будет несложно, так как каналов Wi-Fi немного. Да и провести демонтификацию клиента, если используется базовая защита веб, тоже достаточно просто. И нет, WPA2 тоже не всегда спасает. Так что вы скорее только усложните себе жизнь, чем улучшите безопасность своей сети. Четвертый миф. Один Wi-Fi адаптер можно подключить только к одной сети. Но в общем и целом, как минимум, в Windows это не так. Так, существует технология Virtual Wi-Fi, которая позволяет создавать на основе одного физического Wi-Fi адаптера несколько виртуальных и, соответственно, подключать их к разным сетям. Разумеется, в таком случае можно забыть про высокую скорость или же низкий пинг. Но если вам зачем-то нужно одновременное подключение к паре сетей, это гораздо более простой и дешевый выход, чем покупка еще одного адаптера. Миф номер пять. Чем шире канал Wi-Fi, тем лучше. С технической точки зрения все правильно. Чем шире канал, тем больше данных через него можно пропустить за единицу времени. Однако нужно понимать, что в случае многоквартирного дома со множеством сетей вокруг, широкий канал с высокой долей вероятности будет задевать другие сети, что скажется на качестве соединения отнюдь не положительно. Так что если вокруг вас много сетей, при узком канале стабильность будет выше. Но если рядом с вами мало сетей или же вы используете диапазон 5 ГГц, то выгода от широкого канала вполне может быть. Шестой миф. Некоторые сотовые диапазоны могут мешать работе Wi-Fi. Разумеется, это не так. При разделении частот это специально учитывалось. И неверно думать, что раз 3G и LTE работают в диапазоне примерно 2 ГГц, то они будут мешать 2,4 ГГц Wi-Fi. Зазора всего в 10 МГц полностью хватает для того, чтобы избавиться от влияния друг на друга соседних передатчиков. Так на деле, у МТС работает на частотах 1920-2170 МГц. А ближайший к 2,4 ГГц диапазон LTE это Band 7, который работает на существенно более высоких частотах примерно в 2,6 ГГц. Ну и разумеется, 5 ГГц Wi-Fi в полной безопасности. В теории он близок к некоторым 5G сетям, но там опять же зазор в сотне МГц. Переходим к седьмому мифу. Wi-Fi действует в лучшем случае в радиусе пары десятков метров от источника. Пожалуй, откуда растут уши у этого мифа вполне понятно. Многие пользователи дешевых роутеров жалуются на то, что сигнал от них затухает уже за одной стеной. А с учетом того, что LTE при этом временами работает даже в центре дома, складывается впечатление, что Wi-Fi это очень близкодейственная технология. Конечно же, на деле это не так. Никаких ограничений на дальность Wi-Fi нет в принципе, и ученый Эрманно Пьетро Зе Молли из Венесуэл это легко доказал. Он купил всего за 30 баксов две направленные антенны, разнес их на 382 километра и без проблем создал между ними соединение по Wi-Fi с внушительной для такого расстояния скоростью в 3 Мбит в секунду. Так что если у вас плохо ловит Wi-Fi в дальнем углу квартиры, не стоит ругать технологию. Снесите и стены. Шучу, конечно. Купите нормальный роутер или усилитель сигнала. А если руки растут из плеч и вам нехуй делать, спаяйте себе простейшую антенну B-квадрат или зигзаг Харченко, которая способна долбить подключение к незапароленным сетям на несколько километров. Кстати, с выбором подходящего роутера вам поможет сервис e-каталог. Вы сможете подобрать подходящую модель по самой выгодной цене у вас в регионе и за его пределами. Гибкий подбор по параметрам позволит вам выбрать предел по цене производителю, частотному диапазону, количеству антенн, а также программным возможностям и скорости. Присутствует раздел, где можно сразу выбрать роутеры с мощным передатчиком. Имеется сортировка по цене, популярности и отзывам. Ссылку на подбор роутеров на e-каталог я оставлю в описании. А мы едем дальше. Миф номер 8. Wi-Fi не подходит для онлайн игр из-за высокого пинга. И это не совсем так. Конечно, если вы используете роутер, который в этом году уже может идти в первый класс по возрасту, то он вполне может плохо работать с зашифрованным трафиком. Особенно, если к нему подключено одновременно несколько устройств. Задержка может в таком случае достигать 30-40 миллисекунд. Она махом сделает достаточное количество серверов неиграбельными из-за высокого пинга, что нам с вами, профессиональным киберспортсменам, как смертный приговор. Но если у вас более-менее современный Wi-Fi адаптер в компьютере или ноутбуке и такой же роутер, а вы подключены по 5 ГГц, вклад в задержку от беспроводной передачи данных будет на уровне пары миллисекунд, что абсолютно никак не повлияет на игру. С киберспортсменами разобрались. Теперь миф номер 9. Интернет по проводу быстрее, чем по Wi-Fi. Обычно это утверждают пользователи 10-летних ноутбуков, либо 10-летние пользователи с ноутбуками, сидящих по 2,4 ГГц в окружении десятка таких же сетей. Разумеется, в таком случае скорость едва ли превысит несколько десятков мегабит в секунду, а подключение по Ethernet со скоростью 1 ГБит в секунду будет ощутимо быстрее. Но опять же, все большее число Wi-Fi адаптеров в ноутбуках и ПК поддерживают 5 ГГц и умеют работать со скоростями в 300-800 Мбит в секунду. Это же касается и роутеров. Поэтому даже если у вас тариф в 100-200 Мбит в секунду, вы без проблем получите такую скорость по Wi-Fi в пустом 5 ГГц диапазоне. Если же перейти к точным цифрам, то на КЭС 2018 был представлен стандарт Wi-Fi 6, поддерживающий скорости до 11 ГБит в секунду. При этом самый лучший Ethernet адаптер даст вам всего 10 ГБит в секунду, так что, как видите, пора прекращать считать Wi-Fi медленным. Ну и самый странный, но достаточно актуальный, десятый миф – Wi-Fi убивает. Основной довод его защитников заключается в том, что микроволновая печь тоже излучает в диапазоне 2,4 ГГц. Вот это поворот! На вопрос, а что же делать с 5 ГГц, они обычно выпадают в 100, ибо впервые про такой диапазон вообще слышат. Но давайте вернемся к 2,4 ГГц. Да, микроволновки действительно работают в этом диапазоне. И как мы помним, неплохо поджаривают тарелку вместо пищи. Только вот их мощность – это 500 тысяч ватт, что на 3 порядка больше, чем у самых мощных роутеров, сигнал от которых все равно уже не ловится за парой стен, не говоря уже о смартфонах или ноутбуках. Так что такое излучение не то что человеку, мухе навредить не может. И в самом худшем случае, если вы обложитесь роутерами и начнете качать все серии Санта-Барбары в 4К, вы все равно на порядок не дотянете до допустимого для человека уровня SAR. Поэтому, увы, если у вас сломалась микроволновка роутером, вы ее не замените. Так что можете пользоваться Wi-Fi без опаски. Друзья, прошу заметить, на канале уже больше 100 тысяч подписчиков. Огромное вам спасибо за то, что смотрите и вам интересно то, что делает команда МК. Мы начинали как небольшая группа единомышленников ВКонтакте, которая переросла в огромный проект, насчитывающий больше миллиона подписчиков. Если вы сидите ВКонтакте, но еще не подписаны на группу Мой Компьютер, советую это сделать, если вам нравится наш контент. Ссылку на сообщество Мой Компьютер я оставлю в описании под видео. Обязательно в комментариях напишите, какой роутер используете вы. Также в описании я оставлю ссылку на роутер, который использую сам. Он уже год работает у меня дома и никаких проблем со связью я не испытываю. Я включил его в наш рейтинг лучших роутеров за свою цену, которую опубликовал в группе. Ссылку на эту статью я также оставлю в описании под видео. Меня зовут Михаил Крошин. Здесь ссылка на мой инстаграм, если кому интересно. С вами был МК. До скорых встреч.